Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Конец июля, август, сентябрь это самое золотое время для дачников. Садоводы, огородники, цветоводы наслаждаются результатами своего труда. У многих из вас сейчас настоящая палитра красок в цветниках. Многие из вас планируют отдых и уезжая не забудьте обработать свои растения, поскольку к приезду можно обнаружить буквально останки нежных цветов. Сейчас, после обильных осадков, когда погода наладилась, поднимают головы вредители, такие как, например, тля. И многие из вас задают вопрос, чем обработать, например, те же самые розы. Декоративные растения, которые сейчас вступают во вторую, третью волну активного цветения. Поскольку, вот если судить о розах, то у меня, например, на участке большая проблема с отлей. И черные, и зеленые. Полный ассортимент. И многие из вас говорят, что да, активность муравьев в этом году высокая. И путают причину и следствие. Говорят, что если много муравьев, значит, много будет тли. Они таскают, разносят. Но на самом деле, если разобраться, то тля – это всего лишь следствие. Это кормовая база для муравьев, которые обитают на вашем участке. И чем ее больше, тем больше у вас будет разводиться муравьев, поскольку вы создаете ей благоприятные условия. Если муравьям нечем будет питаться, чем меньше будет сосущих насекомых именно ваших, в том числе и декоративных растений, тем меньше у них будет, скажем так, причин находиться на вашем участке. Мы перешли к другой розе. Это роза мускусная Хэдди Грим. Посмотрите, она уже готовится к очередной волне цветения. Третья по счету в этом сезоне. Выкинула и базальные новые побеги, и от боковых настреляла, и увенчана вот такими вот шапочками будущих цветов. Пока это бутоны, и они идут на нежных цветоносах. Именно они под угрозой сосущих насекомых. Ведь на древесневших побегах вы тлюнь не увидите. Только исключительно верхушках, молодых листочках, молодых бутонах. Именно там они и будут концентрироваться. Полтора недели назад я обработку вот этой части розовых посадок провела. Посадки чистейшие. Использовала вот такое органическое средство для уничтожения комплекса летающих ползающих насекомых от компании Organic Mix. Биобластер для роз и цветов. Там полностью натуральные компоненты. Благодаря этому можно обрабатывать не только цветочные посадки в цветнике, но и в более плотных посадках, когда у вас, например, декоративные растения находятся со съедобными. Потому что все компоненты, которые содержатся в этом средстве, абсолютно безопасны для человека, в том числе дождевых червей и млекопитающих. Пока раннее утро пройдусь по новым посадкам, которые готовятся к очередной волне цветения. И обработаю сплошняком все выброшенные бутоны и молодые побеги. Приготовлю рабочий раствор вот этого средства органического для борьбы с редителями. Напоминаю, называется он Биобластер для роз и цветов. Специально взяла адресный компонент. Мне нужен 1 литр чистой воды для приготовления рабочего раствора. Вот на один такой флакончик нам потребуется обычная вода. У меня она из бочки. Вчера муж налил, поскольку поливали много. Переливаю в бутылку, которая будет у меня работать как резервуар для распылителя. Для удобства просто всю воду сейчас не заливаю, чтобы удобно было мне перемешивать. И расскажу немножко о составе. Чем же хорошо это натуральное средство Биобластер? Дело в том, что оно состоит полностью из натуральных компонентов, как я уже сказала. Экстракта долматской ромашки и в том числе других эфирных масел и эмульгатора, который позволяет эффективно перемешивать средства с водой. Как работают эфирные масла? Дело в том, что вот именно в эфирных маслах долматской ромашки имеются три родственных эфира, которые работают комплексно на борьбу с вредителями. Это перитрин, цинирин и жасмалин. И все они первой и второй группы. То есть получается ровно шесть вот таких вот эфиров, которые работают именно на нервные волокна, воздействуют насекомого. При обработке мы покрываем самого вредителя, в том числе побеги пленочкой, которые в том числе и работают как антигрибковое средство, защищая от вредителей, в том числе заболеваний. И всасываясь поверхностными слоями организма вредителя, происходит нарушение каналов ионных, натриевых, именно в этих нервных волокнах. И это приводит к гипервозбуждению нервных импульсов, нервной системы вредителей. Например, тли, от которой мы сегодня с вами будем бороться. Точнее я буду бороться, а вы будете наблюдать. Это производит к чередам, поочередным импульсам гипервозбуждения. Происходит паралич у насекомого, он перестает питаться, а эфирные масла, которые находятся в этом же средстве, забивают дыхательные пути. И, соответственно, у нас получается комплексный эффект, благодаря которому и паралич происходит у насекомых-вредителей, и в том числе затрудненное дыхание. Сейчас я перемешаю. У меня целая бутылка получилась средства, поскольку оно очень хорошо распределяется по поверхности наших растений, действует очень экономично. Весь смысл от поверхности почвы до, скажем так, кончика бутонов нет обрабатывать, поскольку, я как уже сказала, колонии тли и сосущих насекомых концентрируются на молодых побегах. Вот именно вот на таких нежных. Поэтому обрабатываем все листочки, побеги, бутончики нашим рабочим раствором. Вот так вот, до полного смачивания. Там, где у нас попадает навредители, это очень хорошо. Они сразу будут контактировать с действующим раствором. И таким образом мы с вами сейчас устроим настоящий апокалипсис. Продолжая обработку другой части цветника, обрабатываю розочку аспирин. Она тоже готовится к плетению. Я планирую поездку, поэтому все-все-все свои розы обрабатываю рабочим раствором биобластера. Использую вот такой вот для цветочных культур. Кстати, он комплексно решает проблемы не только с тлей, но и с трипсами, клещами и другими сосущими насекомыми. И контролирует вредители не только на стадии взрослого насекомого, но в том числе и на промежуточных стадиях. Не вызывает привыкания у вредителя. Поэтому не ждите, пока у вас колония той же самой тли разрастется, покроет все ваши декоративные посадки. Действуйте на опережение. Как только увидели, чуть-чуть начинается у вас скопление насекомых, обрабатывайте весь куст. Потому что муравьи не дремлют. Они как только увидят, что у вас обработана одна часть, допустим, там, где у вас тля уже появилась, они тут же оперативно перенесут своих кормильцев на другую часть растения, которые чистые и которые, скажем так, послужат именно местом их дислокации. Ну что, мои дорогие, желаю вам красивых садов, цветников. Пускай ваша придомовая территория радует вас яркими красками. Ну а собираясь в отпуск, не забудьте делить время своим растениям. Шикарного вам отдыха и теплого лета!